МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Израильский военный пост на севере Уидеи и Самарии подвергся обстрелу. Атака произошла на позиции армии обороны Израиля на горе Гризим, в нескольких километрах к югу от Шхема. В результате нападения никто не пострадал. Отмечается, что инцидент произошел через несколько часов после того, как палестинские террористы обстреляли поселение Шакет. Две пули попали в жилые дома, оставив следы на внешних стенах. Цахал ищет подозреваемых. В то же время около 850 служащих граничной полиции провели масштабную операцию в 63-х объектах страны по выявлению и изъятию незаконного оружия. Репатриация в Израиль из России выросла в четыре раза. В этом году, по данным Министерства абсорбции и интеграции, Алию совершили более 60 тысяч человек. Из них 32 494 из России. Помимо этого, 14 450 граждан прибывали из Украины, 3280 из Северной Америки, 1957 из Франции, 1750 из Беларуси и 1474 из Эфиопии. На следующей неделе в Ашдоди пройдет специальная конференция для эмиссаров, которые работают с еврейскими общинами по всему миру и помогают им с репатриацией согласно закону о возвращении. На мероприятии будут подробно освещены разнообразные программы абсорбции, предлагаемые иммигрантам. Немецкий концерн по производству спортивной обуви и одежды «Адидас» сделал крупное пожертвование в пользу еврейской благотворительной организации. Эти средства пойдут на реализацию программы по борьбе с антисемитизмом среди студентов-спортсменов. Ранее компания отказалась сотрудничать с рэпером Канни Уэстом из-за его антисемитских высказываний. Напомню, что «Адидас» был создан немцем Адольфом Дасслером, который состоял в Национал-социалистической немецкой рабочей партии, а сама компания во время войны производила вовсе не кроссовки, а противотанковые гранатометы. Отсылку к антисемитским высказываниям рэпера Канни Уэста обнаружили в Иллинойсе. Вандалы осквернили еврейское кладбище, нарисовав на надгробиях краской из баллончика большие красные свастики и написав «Канни был прав». Мэр О'Кигана Энн Тейлор осудил антисемитские граффити и выразил уверенность, что полицейские быстро найдут виновных и привлекут их к ответственности. Полиция начала расследование. В Израиле может возникнуть дефицит говядины, курицы и рыбы из-за бессрочной забастовки ветеринарных врачей, которые заявили, что государство постоянно нарушает условия трудовых договоров, а в отделе инспекции пищевых продуктов категорически не хватает специалистов. Отмечается, что в первую очередь это скажется на импорте рыбы, проходящей санитарный контроль прямо в портах. Помимо этого, дефицит на товары может привести к росту цен. Отмечается, что Министерство здравоохранения было предупреждено о проблеме с кадрами несколько месяцев назад. В азербайджанском поселке Красная Слобода отметили вторую годовщину со дня восстановления территориальной целостности страны. В честь праздника израильский ансамбль «Севги» дал благотворительный концерт. Подробности музыкального вечера знает Наталья Кравченко. Восстановление целостности своей страны жители Азербайджана ждали долгие 30 лет. Гости вечера почтили память шехидов, то есть национальных героев. Возможно, самый известный среди них – горский еврей Альберто Гарунов, служивший в звании старшины на Шушинском фронте. Его экипаж подбил вражеские машины, но расплатился Альберт за это собственной жизнью. Несколько, как говорится, дней назад с помощью наших уважаемых меценатов, выходцев с нашего киоседа Год Семеновича Германа Захаряева мы сделали благотворительную помощь всеми шаридов. Это продуктовые наборы. Концерт ансамбля «Севги» – это дань уважения его участников азербайджанским героям. Музыканты коллектива родом из Азербайджана. Один из них – барабанщик Рустам Юнаев родился в Красной Слободе. Коллектив бережно хранит традиции двух своих родных культур – горско-еврейской и азербайджанской. Концерт этот у нас для интеграции азербайджанской и горско-еврейской музыкальной культуры, для слияния всего этого и показать братство наших двух народов – азербайджанского и израильского. Родной дом ансамбля – клуб для молодежи и пенсионеров города Уракива. Это любимые детище Марка Огоронова. Он открыл клуб в 2015 году. В нем устраивают любительские соревнования по бильярду, теннису и шахматам. Сердце коллектива – музыкальный инструмент кеманча, на котором играет богинец Салман Рабаев. От имени нашего коллектива я поздравляю нашу родину Азербайджан с Днем Победы и с Днем Государственного Влага. Среди гостей вечера оказались ученики еврейского корпуса Бакинской школы номер 46 и их родители. Для них организовали урок культуры и истории, устроили экскурсию по первому в мире музею горских евреев. В музее демонстрируются образцы национальной одежды, музыки и кухни горских евреев. Государственная поддержка национальных меньшинств, в том числе горских евреев, налицо. Как еврейка я выражаю благодарность за это. Эти мероприятия прошли при поддержке Международного благотворительного фонда СТМЭГИ, главное направление деятельности которого сохранение и развитие культуры ворских евреев. Медиагруппа «Первый еврейский» имеет собственное кинопроизводство. Глазами нашей съемочной группы можно увидеть историю евреев времен Второй мировой войны в Европе, а также узнать о жизни выдающихся евреев в разных уголках планеты. Все это вы можете найти в разделе «Документальные фильмы» на Первом еврейском. Это все на сегодня. Помните, каждый ваш лайк и комментарий продвигают наши видео. Будьте активны и подписывайтесь на Первый еврейский. А чтобы не пропустить новые выпуски, жмите на колокольчик. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин